Вы в прямом эфире. Здравствуйте, дорогие мои. Я вас не увижу в свете, но я вас вижу. Все равно. Сердцем. Замечательный сегодня, чудесный день, праздник, как Фомяно Воскресенье, Христос Воскресе. Боистос Воскресе. Вы знаете, что, я думала сегодня, кто вот Бога ищет так упорно и просит Его явиться, он же приходит. И вот сегодня такой день. И еще у нас во вторник Радоница, это поминовение усопших. И я вот когда думала, думаю, какое хорошее время будет вспомнить Папу. Поэтому начинаем. Такая мысль меня посещала при мысли, при воспоминаниях об отце, что человек — это Дух, у которого есть тело. Это не тело, у которого есть Душа. Это именно Дух. И когда тело уходит в землю, Дух остается. И это, когда Папа не стало, когда он ушел, я это настолько почувствовала. И удивительно, я чувствую связь с ним, что он живой. Это непередаваемое совершенно ощущение. И вы знаете, что мой с ним диалог, наш с ним диалог, он стал более чистым, глубоким, прямым именно после его смерти. И это удивительно. А с другой стороны, объяснимо, потому что наше тело, наше вот какая-то ой, оно, тело, оно искажает, оно не, ну, как бы, через него оно создает препоны для общения. Оно несовершенно. А Дух, Он Божественный. И вот когда тело уходит, а Дух остается. Голуби улетели, а Любовь осталась. Так назывался Вечер памяти отца, который мы делали в Доме актера в одиннадцатом еще году. И вот даже вчера я сидела на концерте, и мне буквально вот в глаза на меня посмотрела книга Лескова. Смотрю «Тупейный художник». А папа мне говорил, Катя, какое произведение Лескова, «Тупейный художник? Прочитай». И потом я прочитала, когда уже папы не было, и там такая история оказалась. И я поняла, почему он говорил о ней. Это история двух крепостных актеров. И ее рассказывает актриса, которая попивает, прикладывается к блокону. То есть это тоже такой плач. Очень сильная история, трогательная. Так, ну что же, я честно скажу, в некотором небольшом замешательстве, потому что задача у нас стоит такая, объять необъятное, и вместить невместимое. Я не хочу идти формально по каким-то, да, линейным. Родился, вот это он все, женился, это все скучно. Я думаю, что мы будем идти по вдохновению, но я хочу сказать, что, наверное, про Любовь и Голуби сказать. Любовь и Голуби шла пьеса, вторая пьеса папы, она шла в театре «Современник», премьера состоялась в 82-м году, и оставалась в репертуаре театра на 20 лет. Вошла в Золотой фонд отечественной драматургии и до сих пор идет в десятках театров России и зарубежья. Эта постановка вдохновила Владимира Меньшова на создание фильма, который вышел в широкий прокат в январе 85-го, а премьера состоялась осенью 84-го года. И тогда зрителями стали 44 с половиной миллиона человек. И я помню, папа говорил, вот если бы я жил в Голливуде, ребята, мы бы горе не знали бы все-то, на поколение вперед были бы миллионеры. Так, в 85-м же году фильм получил премию на фестивале комедий в Торо-Малиносе, Испания. В 2009-м году премию телеканала МТВ в номинации «Лучший советский фильм». В 2016-м году он признан самым популярным отечественным фильмом согласно исследованию фонда кино. В 2019-м году признан лучшей комедией в истории отечественного кинематографа по итогам голосования, народного голосования, проведенного ОАО «Первый канал Всемирная сеть». Но это так, вот любопытные факты. И немножко формальности про Папу. Владимир Павлович Гуркин актер, драматург, режиссер, театральный организатор, член союза театральных деятелей, член союза писателей, председатель Бюро драматургов России, создатель лаборатории молодой драматургии Урала, Сибири, Дальнего Востока, постоянный руководитель семинаров драматургии в Москве, Северной Осетии, Омске, Иркутске, Чувашии, Удмуртии, Калмыкии. Потом мне писали там в Фейсбуке его слушатели его семинаров и благодарили. Просто удивительно. Член редакционной коллегии журнала «Драматург», руководитель экспериментального семинара лаборатории драматургов и режиссеров под патронажем Московского художественного театра имени Чехова, руководитель лаборатории драматургии при Омском академическом театре драмы, лауреат всероссийского открытого конкурса драматургов «Факел памяти 2005» за пьесу Саня Ваня с ними «Лимас». Это его последняя пьеса о судьбе семьи на фоне войны. Любовь и голуби – шедевр русской драматургии, наиболее известная и непревзойденная вершина Владимир Меньшов. Талантливый человек Владимир Гуркин создал совершенно новую для себя народную трагедию. Это великое, на мой взгляд, произведение для театра «Плач в пригоршню» и замечательная комедия Саня Ваня с ними «Римас». Это Людмила Стефановна Петрушевская. Рощина. В этих персонажах есть, несомненно, художественная новизна и открытие. Мне все время приходил на ум доктор Живаго. Ей-богу, не стесняюсь, могу сравнить твою работу именно с этой. Больше не с чем. И еще много слов, можно сказать, но все они вот есть в этой книге. Это чудом у меня остались издательства экземпляры. Книгу мы издали в издательстве «Время» в 2014 году. Как раз таки был год 30-летия фильма «Любовь и голуби». А сейчас у вас есть возможность приобрести эту книгу. Последние экземпляры это «Географическая редкость». Так что после встречи можно подойти. А начнем мы с показа фильма. Я хотела бы вам показать фильм документальный небольшой передачу, которую сняли писатели иркутские Владимир Скиф. Он председатель регионального отделения Союза писателей Иркутского. И хотелось бы просто, чтобы вы его увидели Владимира Гуркина, услышали его голос. А дальше мы продолжим с вами. Поэтому сейчас внимание на экран. Федор Иванович печь печь. Иркутский печь. Иркутский печь. Нынче в гости к всемирикам приехало очень много известных выдающихся писателей не только из Москвы, но и из других городов России. Мы хотим заехать на Матилу Гуркина, просвечить его память. Многие писатели его любят, знают. И я думаю, что есть, что сказать писателям в этом замечательном русском драматурбе. И что главное в жизни человек это рождение и смерть. И как люди относятся к этим двум явлениям, как они их обустраивают в своей жизни. В общем, такова и жизнь между стартом и финишем. У нас церковь была брошенная, а в церкви этой жили голуби. Вот, молодька, ты подкармливать их стал, пройдет, скоро что им буханут, они облигнуты со всех сторон, окружат и по лицу, по щекам, положишь, ты ламп, почему не помнишь, а у тебя это разноходится. Забавно, забавно. Они и не боятся его? Одно ему ты не боялись, молодьку-то? Ага. Я помню еще, рубаха у нее была, красная такая, вся в мелких дырочках, от когетков. В ней хранили. Пока закапывали, они все пружины на могилке. А уж потом, казахи разошлись, они еще покружили маленько и улетели. Больше мы их не дебили. Полная девушка, мячей драматурга Валентина Боркина считает своим, и по праву он, собственно, свою литературную деятельность и начинал по-моему, я прекрасно понял, каким откровением для театра по-моему, вообще для всех, кто любитель театра, была первая постановка вообще, по-моему, в стране, вот пьеса «Любовь и голуби». И вот я в этой связи вспоминаю один забавный эпизод. Сосед мой бросил пить после просмотра вот этого спектакля. И очень четко выписаны все герои вот этой пьесы. Они очень узнаваемы, и, видимо, это способствовало успеху. Хорошая. Прилетел, прилетел. Прилетел. А-а-а. А-а-а. Хорошая. Владимир Буркин учился в Иркутском театральном училище, закончил его. Потом его направили в Благовещенск, он там играл в театре. Потом в Омском театре, в Смоленске он жил и работал. Потом обосновался в Москве, но его всегда тянуло в родной город. Его тянуло в Иркутск, потому что в Иркутске он учился в театральном училище. А в театральном училище было много друзей, с которыми он постоянно поддерживал эту связь. Я очень в молодости не буду грешить, очень хотел вырваться из Черемхова. Но не уехать из Черемхова, а уехать за другой жизнью. И сначала я определил, какая мне жизнь тянет, какая мне нравится, какие тайны меня увлекут. И вот к этим тайнах. И мне казалось, что в Черемхове познать эти тайны, покупаться в них, поработать с ними, как бы нельзя. Жизнь показала, можно, вот я же сегодня здесь, и я работаю, и прекрасно себя чувствую, понимаете? Но может быть, для этого надо было чем-то набрать, чему научиться, чему научиться, действительно, для этого и есть и вузы, как говорится, да, и школа жизни, и все прочее. Но я не знаю, как-то то ли ангел-хранитель мой уберег душу мою от отчуждения к своей родине. Уберег. Вообще, писатели, мы считали всегда его иркутским писателем. Пусть он в Москве был, пусть он начинал в Омске свои пьесы, но он иркутский, он сибирский писатель, сибирский драматург, потому что вся его драматургия строилась на сибирском материале. Возьмите Любовь и Голуби, возьмите Прибайкальскую кадриль, даже сами названия говорят за себя. И Владимир тоже тянулся к иркутским писателям. С Геннадием Гайдой они вообще были некоторое время просто неразлучны. Родители у него простые, мама была простой санитаркой, отец угольщиком, у отца образование четыре класса, у мамы семь. И тем не менее они выстроили и свою семью, свою судьбу. И Владимир Боркин почерпнул в их жизни очень многое для своих пьес. Вот Любовь и Голуби, он говорил, что когда ему задавали вопрос, откуда такие характеры, он говорит, да это характер моих отца и матери. и мама Володина нам рассказывает историю про своего соседа Кузякина. И вот эту историю, что они поехали там отдыхать, и он там познакомился с женщиной, вот, и лечили они органы движения. Мы с Буркиным как-то давай хохотать, а баба Валя она удивительная, она такая исказительница. И вот она рассказала эту историю. И Володька значит на гастролях так потихонечку он написал несколько сцен. Ах, ты, сушка ты, крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Ну я так понимаю, что наша встреча подошла к концу. Спасибо за внимание. Мы обсудим с поселением создавшую ситуацию и результатами сообщим вам письма. До свидания на них, мы спрашивали Володю о том, как снимали неожиданно, когда даже не было компьютерной графики, как снимали эпизод, когда Александр Михайлов прощается с семьей. Счастливо остаться! Выходит в дверь и оказывается в море. И оттуда выходит уже вкладка, как бывают на море. И спрашивают, как это вообще снимали? Он говорит, натурально снимали, потратили деньги на кран, на избу. И он действительно выходит в эту дверь, падает в море, там его ждут водолазы, которые его раздевают моментально. Это цирковой номер фактически и выталкивают наверх. И Александр Михайлов выскакивает из воды уже на южном побережье, на Черном море. Замечательный фильм. Не случайно он такой всенародно любимый, потому что подобные ситуации наверное происходили у кого-то, кто-то узнавал себя. А действительно, в общем-то, ведь могла распасться эта семья. Чаще у нас вот такие взаимоотношения в семье бывают, какие Владимир Павлович подсмотрел. И из-за этого часто гибнут семьи. Ну хорошо у них так получилось, что Владимир Павлович объявил, что они все-таки сохранили свою семью. А я вообще в театре существую только за тем, что считаю, что нужно помогать. Театр помогает людям жить. А театр, как никакой жанр, он зрителям тоже более понятен. И поэтому объяснить людям, растолковать, что не надо вот так жить. Люди, женщины, будьте добрыми. Всегда. В те годы семейный чак уже пошатывался. И здесь самое главное устами народа была высказана мысль о том, что семья это главное. Что семья это живой организм. И поэтому всякий разлад это резание по живому. И вот когда я смотрела фильм, осмотрю его всякий раз, как только он идет на экранах, и каждый раз думаю о том, что ведь многие просто не подозревают, не помнят имени автора пьесы Владимира Гуркина. И то, что он родился здесь на земле Иркутской, что он черемковец и иркутянин, вот это меня наполняет всегда гордостью. Мне были прекрасны. Их было немного, всего 4 пары, но я их до сих пор помню. До сих пор помню. Если человек рассказывает о том, почему он не компетитен, это всегда чувствуется. И что мне было приятно, что ко мне подходили и говорили вот так, а те, кто не знает, что такое голуби и как с ними, ничего, говорят, ну такого же не бывает, когда съемки шли. Ну а там, например, есть голубь, берет изо рта. Ну как такое не бывает? Да ерунда. У каждого голубяки просто берет изо рта. А есть любимая пара, которая берет. И вообще, там вот так много интересного. как актер Владимир Гуркин очень себя проявлял во многих спектаклях, во многих пьесах он играл это вот в некотором роде судьба, схожая с Василием Макаровичем Шукшиным, который тоже был и замечательным актером, и великолепным сценаристом, можно его и драматургом считать. Вот таким был и Владимир Гуркин. Скажите, пожалуйста, какие роли были сыграны парнем? Мой первый театр был Иркутск театр юного зрителя. Там, значит, у меня были роли такие. Я играл Вурн, Коварство и Любовь. Читали песку Секретарь. Если не читали, прочтите замечательную песку. Д'Артаньяно играл. Атос играл. Двух медведей сыграл с кашками. Играл ЛПД вега не целый. Играл много играл и много-много. Выпей керосин. Да? Да. Я выпил керосин. Чуть-чуть. Спасите меня, пожалуйста. Сюда! Довольно Бертиков! 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 Вестер, что у них были, были, но у них же было и другое. То, что все мы называем великой годиной. Годиной, когда нашлись люди, обладавшие мужеством беззакония. Слышите вы? Мужеством беззакония. Григорьевич? Здравствуйте. Гориславец. Да что? Что же это вы меня все узнавать-то сразу перестали? И я чего не знаю. И я не главный легавый своего засранска. Как не надумать приехать к тебе, Сашко, да пристрелить. Для меня-то он все-таки папа, который такой родной, домашний, очень любящий меня. Я считаю, что плач в пригрыше не это просто шевел. Какой потрясающий спектакль начался в Черенхово. И там играли все, не только актерский состав, вплоть до уборщиц, техников. Там все были задействованы. Вот там все подорожи! Может быть, это тот самый оттенок горечи, который существует, что уже щепотки для слез мало. Уже, в общем, накапливается на приигрышную слеза человеческая. Когда эту пьесу напечатали в современной драматургии, и через какое-то время приходит письмо Володе, письмо Трощина. И он пишет, я прочел пьесу, я просто потрясен. И у меня вовсе не ведь это про нас. Там у отца, вот как мама правильно говорит, если вы почитаете его пьесу, вы узнаете все о нем, про его родных и про нашу жизнь. Там и про бабушку, про ее тяжелую жизнь, что она перешла. Если все люди, они жили, живут, они есть, и поэтому это так близко. А потом еще и времена у нас трагедийные. А в обществе есть свойства. Когда смута, когда мир бушует и штормует, как сейчас, хочется покоя, хочется утешения, хочется, чтобы сердце хоть успокоилось немножко. А что ж все, страхи да страхи. Но когда болото, когда все тихо, когда спокойно, вспомните брежневские времена. Хочется, чтобы кто-то тебя, это болото, немножко потормошили. Ну что ж уж совсем как-то жиром заплывать начали, там, да, мозги, сердца и так далее. Видимо, дело художественного, фильмы, театры, еще что-то, литература. Наверное, когда жизнь превращается в болото, ее встряхивать. А когда жизнь превращается в пожарющее, в войну, каким-то образом гасить этот пожар и так далее, создавать таким образом равновесие, чтобы жизнь продолжалась, наверное, вот поэтому это все происходит. Все-таки его тянуло к слову, к писательству. Очень много сил Владимир Буркин отдал на работе с молодыми драматургами и режиссерами. Он, у него как-то так вот в жизни где-то примерно по 7, по 8 лет он работал. 8 лет в Омском театре, 7 лет в Современнике, 8 лет в театре имени Чехова у Ефремова. Они были большими друзьями, он был помощником Ефремова. Ефремов обладал такой невероятной способностью привлекать к себе людей, как магнит, что люди, в общем, моментально становились его союзниками. Точно так же под это же обаяние, под эту энергию попал Володя Гуркин. Я предложил Валерию Николаевичу, чтобы Володя пришел работать к нам в театр. И Ефремов человек очень четко чувствующий талант, сразу с этим согласился. Ему даже не было важно, кем он будет, в качестве кого он будет. Ефремов создавал театр иначе он не был коммерческим театром. Он создавал среду определенную, атмосферу определенную. Ему в этой атмосфере необходим был Володя Гуркин. И если кто-то из помощников или еще каких-то клевретов всяческих что он будет делать в театре, он говорит ничего пусть не делает, пусть просто приходит и ничего не делает. Но за это время я думал, что в Родине это было одно из самых счастливых времен. хочется хорошей родниковой водички. Берешь и читаешь Шукшина и Тургенева и Чехова там еще пампиев вдохновляет. Почему? Потому что музыка моей родины моей земли где я вырос и а это не вольно будораш поэтому и хорошо мне жить в Москве чтобы тосковать о родине а всякая печаль и тоска если ты занимаешься творческим делом она будоражит фантазию. Поэтому в определенном смысле для творческого человека печаль это конструктивное чувство. Не горе а вот печаль тоска это 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 плита на которой готовит литератор свои блюда. Кать да он остался диктофоном на диктофон записывал свои мысли вот у него совершенно замечательная была мысль он так сказал что вот о болезни он сказал что болезнь для верующего человека это как подготовитель курсы в университет для выпускника школы еще такой афоризм гений это телеграмма от бога человечества и афоризм Спасибо. Вот такой вот фильм. И я вот сейчас сидела, думала, ведь никто, ничего действительно не знает об авторе «Любовь и голуби». И на телевидении не было никаких передач, ни по культуре. Только я помню вот этот фильм. Снимали буквально почти сразу. Вот наше интервью буквально, может быть, месяц прошел после похорон в 2010 году. А так ничего больше не было. Только, помню, по НТВ была неплохая передача, совсем коротенькая. И нам тогда в Иркутск только вот мы похоронили, звонили с Первого канала Малахова и зазывали нас туда. Я говорю, ну вы что, ребята, издевайтесь. Куда я поеду? Мы никуда. Мы все, все возможно, мы вас привезем, отвезем. Говорю, нет, у нас 9 дней, у нас псалтирь мы читаем, муримся. А так потом все уже. И действительно, имя-то его неизвестно. Но это совершенно для него не было проблемой. Вот он вообще говорил, что меня это вообще не волнует. Упоминают меня или не упоминают. Я не кокитничаю. Это действительно так. Я придерживаюсь такой теории. О художественном произведении хорошо бы, если бы вообще не знали, кто его автор. Сам мастер знает, и этого вполне достаточно. Ну, естественно, плюс узкий круг профессионалов. И да, вот он как-то сравнивал, да, вот как иконописцы. Мы же не знаем в основном авторов икон. Так же и тут. Поэтому вот он так вот к этому относился, делу. Значит так. Расскажу вот такую историю чудесно-переславскую немножко. Когда мы открывали музей балалайки в 20-м году, в октябре, в Ульяновске, я потом вернулась. И меня пригласили здесь казаки наши в русский парк, да, у нас, да, играть. Там мы играли на балалайках, что-то еще. Вот. И там я встретила девушек. И одна из них оказалась женой Валерия Трошина. А Валерий Трошин – это актер Московского художественного театра. Он знал моего папу. И мы потом в переписке это выяснили. Самого Валера я тогда не видела. Но это настолько вот была удивительная история. Ну, вообще, конечно. И сюрприз. Сегодня этот человек среди нас. Он специально приехал на этот вечер. Он помнит папу. Они с ним пересекались в театре. И я с удовольствием приглашаю поделиться своими воспоминаниями здесь, сейчас, с вами. Приглашаю Валерия Трошина, заслуженного артиста России. Пожалуйста, приветствуйте. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Любовь и Голуба вспоминали. И лабораторию вот эту чудесную. Но у меня первое и самое, пожалуй, яркое впечатление не как о писателе, а как о человеке. Это чувство, собственно говоря, какой ты человек, то из тебя и выходит. И твой выходит туда потом. Пишешь ли ты, рисуешь ли ты, готовишь ли ты хлеб, занимаешься ты с детьми, что ты там еще делаешь. Сыр варишь, я не знаю, работаешь в кафе. Вот тут кафе есть тоже. Я про что хочу сказать. Как-то мы студентами были, точнее, мы закончили институт, и у нас было с моим другом Чикмазовым, он в руку тянем, друг мой Чикмазов. И они с Владимиром Павловичем нашли просто какое-то прям, ну, родство, они там, у них братство вот это Иркутское есть, и все. Они прям там близко-близко. Ну и я так как-то, мой друг, Карифан мой. Мы люди были бедные тогда, потому что у нас зарплата была 30 долларов на тот момент, как я сейчас помню. Что-то в таком духе, да. А играли мы по 30 спектаклей в месяц. Денег не было, в общем, мы ели пельмени, переводку. Вот, вот, весь эвиртуар у нас был такой, по еду. Вот, денег не было никогда. И вот Владимир Павлович нас кормил, давал нам денег, займы, и когда мы пытались ему возвратить, он нас ругал. Вот, и поэтому это врезается в память, в такие моменты, когда тебя кормит человек, просто кормит, потому что ты голодный, поет тебя, потому что ты пить хочешь. В общем, приглашал нас в гости, и тебя помню в другом. Вот такой я тебя, кстати, помню. Да. Поэтому я тебя не узнал практически, когда мы увиделись. Ну, ничего себе. Да, в гостях мы были, вот, мы были и в Современнике, там, в общаге, в общаге были, потом, по-моему, на площади реча, да? На Семеновской. Мы были там и там, в гостях сидели, вот. Но это вот про человеческие чувства, про человеческие отношения, потому что человек, который взаймы дает, потому что человеку необходимо дать, который кормит, потому что необходимо накормить. Это вот как раз, собственно говоря, к Евангелии относится. Вот, кого вы накормили, кого вы напоили, кого вы обогрели. Это и заповеди исполняются человеком. Может быть, даже бессознательно, но это внутренний христианин, который в нас живет. Если он так живет и действует, слава тебе, Господи. Я просто, вот ты сейчас говоришь о последних воспоминаниях, да, и о псалтирии, о том, что читали, о вере человеческой, да, которая из болезни приходит и укрепляется. Вот, да, видите, кажется, все складывается, как интересно. Но это, опять же, это, я не люблю все эти, вот, так сказать, вот, а вот совпало. А вот совпало, ну совпало и совпало. Мы живем сейчас в доме, с моей женой и с детьми, в доме, который называется «Любовь и голуби». ЖК? Средний жг, «Любовь и голуби». И когда я супруге показывал, «Любовь и голуби», она говорит, «Все, будем там жить». Я говорю, хорошо. Это была, как бы, одна из сторон, почему мы там живем, ну, и потому что окно ванны есть. Вторая сторона, но это уже... В принципе, голубятня у нас внизу, серьезно, потому и называется, это ЖК таким образом. Я про творчество теперь. «Плач в пригоршню» я не смотрел спектакль, но очень много о нем слышал и болел, буквально болел, по-хорошему, творчески болел Дмитрий Брусникин, который сейчас выступал, седовласый. И они с ним тоже очень дружили. И вот, собственно, у одной компании там все время сидели, обсуждали. Очень много сидели, разговаривали. Так как это был конец 90-х и начало 2000-х, тогда еще оставалась традиция советских застойных времен выпивать. Мы выпивали, да. Это что ж поделаешь? Ну, к сожалению, так. И обсуждали, сидели, обсуждали многое. И о творчестве говорили, и о спектаклях. Так, и Дима, а потом уже Брусникин поставил на «Радио Россия» постановку, радио постановку «Плач в пригоршню». Да, я не знаю, выставлено или нет, но я там участвовал, тоже читал. Если бы он на «Радио Россия» мы ставили, долго был, у меня было несколько смен. Надо найти, надо посмотреть, да. Может, где-то есть. «Плач в пригоршню», да. Это действительно пронзительный спектакль. Был, как все. То есть я не видел, но вот это ощущение, и там... Та боль, вот эта тоска, о которой Боня Павлович говорил, да, она у всех прослеживалась. Потому что сейчас... Вот вам как сейчас зайди из поколения, которое чуть старше меня, спроси «Плач в пригоршню»? Да. Потому что играл там тоже полтеатра. И все это помнят, играли с удовольствием, играли... Играли про себя, про свою жизнь, вспоминая того, как жили родители, как жили мы там, они там жили в юности. Не все же были богаты и счастливы в то время, в ту эпоху. Жизнь бедная была. Вот. Это про «Плач в пригоршню» и про вот эти замечательные лаборатории, где действительно он рождал... То есть это были лаборатории, которые благословил, так сказать, Ефремов, да. И действительно, Владимир Павлович там участвовал. И огромные, не огромные, короче, но много ребят, молодых драматургов, и мы это ставили на малой сцене. Какие-то были постановки, и я там тоже участвовал. Сейчас не вспомню, но... Не вспомню даже, какие... Давно было все это... Честно, простите, пожалуйста. Я действительно случайно... Зеленую зону. Зеленую зону, да. Замечательного спектакля. Шант, кажется, так Шанталинский ставил. Да, Шанталинский. Да. Многонаселенный спектакль. Я не люблю реквизита, но там реквизит был на месте. И вся эта атмосфера, которая создавалась в зеленой зоне, это зона, как сказать, загородная, да? То есть вот тех... Я жил в пятиэтажке на окраине Москвы, и вот это вот у меня была тоже зеленая зона своего рода. Поэтому для меня это было так близко и радостно. И мои ощущения от встречи с замечательным человеком, вот только лишь, так сказать, необыкновенная любовь, необыкновенная творческая какая-то ширь, необыкновенная творческая глубина, высота. Вот. Чудесный, веселый человек с большим сердцем. Царство небесное, на самом деле. В Пасху, может сказать, Христос воскресе. Вот все живы. Я очень благодарен тебе, что ты это устраиваешь. Спасибо тебе большое. Случайно. У меня сегодня отменили спектакль, и я приехал в Переславлено на автобусе. Здорово вообще. Случайно оказался здесь. Очень рад рассказать вам о том. Знаете, как веселились? Песни пели, на самом деле. Анекдоты рассказывали, шутили. Он нас кормил. Как-то нас говорит, пошли в ресторан. Какой ресторан? А это же все дорого было. Начало 2000-х, а не с 90-х. Но для нас дорого, реально. Мы не хотели в ресторан. Пошли в гостинице Москва. Там какой-то был ресторан. И он нас кормил, поил, что-то рассказывал, спрашивал у нас у молодых. Вот что это такое? Вот что это такое за отношения? Кто мы такие ему? Никто. Просто молодые люди. Один из них иркутянин. Понимаете, да? Это дорогого стоит. И таких людей... На самом деле таких людей мало. Но на таких людях сдержится все мироздание. Потому что, опять же, сейчас я вернусь к Евангелию, что не к Евангелию, а даже к Апокалипсису. Не бойся, малое стадо сказано. И не надо этого бояться, что на самом деле хороших людей мало, их не будет много. Не надо бояться, что их мало. Не будет районной земли, не будет. Все сгорит, в конце концов. И, как говорится, сгорит, сгорит. Все сгорит. Земля превратится вообще в другое. И мы изменимся. Только мы изменимся. Сегодня, в времена, неделя. Господь вышел в другом теле. Но Он же в другом теле вышел. И сказал, говорит, давай, вложи. Вложи вот персты свои. Все пройдет на самом деле. И говорите, Господи Иисусе, ну понимаете, какая штука? Вот на таких людях, не бойся, малое стадо, и держится все. И пока не пересилило зло. Потому что смотрите. Вот я смотрю за этой сценой, когда дочке рассказывают про рубашку. Такие у меня руки. А руки такие, знаете, настоящие. Я вот в Сибирь-то приезжал тоже часто. Смотришь, настоящий человек. О настоящих людях. И у тебя откликается душа о настоящих людях. А когда какие-то французы, англичане. Ну и англичане, и французы. Ну и чего они? Ну, посмотрим, красиво живут. А тут настоящие люди. И тут, черт ты, сучка, крашена. Вот это вот. Она уже засела нам всем. Ну и как это все близко к сердцу. Как-то пропущено. Как он сказал, что телеграмма от Господа Бога. Да, или трансляторы. Вот такие люди, которые обладают даром Божьим. Это или трансляторы того глаза, той радости. А там радость. Вот. И действительно радость. Вот он рассказывает, а от него радость исходит. Вот как хорошо. Слава тебе, Господи, что я с ним повстречался. Я небык, наверное, рад, что я с ним знаком был. И что он окружал меня своей любовью. Все. Простите, что долго. Спасибо, спасибо огромное. Друзья мои, желаете ли вы выйти подышать на 10 минут? Да, да, да. Давайте тогда мы прервемся. Я вас жду с песенкой. Давайте. У нас первая часть в этом будет, да? И вторая. Хорошо. Оставить не сядет, что можно не сядет. Ой, где мой дядя Володя? Или оставить? Да, вставить. Все, пусть включи. А кто-то один смотрит тебя. Хорошо. Так, что? Нет, выключи. Можно это показать в тусовке? Можно это показать в тусовке? Хорошо. Мне тогда было очень интересно. Да, интересно. На самом деле, когда показывают только сцену, не говорили. Да, да. Ваш телефон. Хорошо. Хорошо. Он же знаешь, на 10 лет уже? Да. Да, тоже. Да, тоже. Да, тоже. Не знаю, это как-то пидор. Он мне как-то обычно... Ставит что-то сюда, с глазами его. Пахнет спаром. Ну... Как дела? Хорошо. Так хорошо. Вы сегодня? Как дела? Я лечу. Народ. Кромеопатия всех людей началась. Полинус. Друзья, мы продолжим. Скоро. Стой, я прощу. Что-то неожиданно. Я сильно...